Около двух тысяч звонков ежедневно поступают на телефон 112 в Чувашии. Вот уже больше месяца ЕДДС охватывает всю республику. Все звонки из любой точки республики по телефону 112 попадают в диспетчерский центр на Калинино в Чебоксарах. Главная задача диспетчера – принять звонок, определить местоположение того, кому нужна помощь, и за считанные секунды переадресовать информацию в экстренные службы. Когда требуется скорая помощь, они кричат быстро-быстро «окажите нам помощь, вызовите скорую помощь» и бросают руку. И такое бывает. Поэтому приходится перезванивать. Люди же переживают, когда в таких экстренных ситуациях. И приходится перезванивать, и у них спрашивать, куда направлять скорую помощь, с кем плохо случилось. Скорая помощь у нас сейчас требует, чтобы мы оформили полностью фамилию, имя, число, месяц, год рождения, чтобы они быстро могли отреагировать на заявку. Максимальное количество принятых звонков службой 112 за день в Чувашии – 2200. Из этих 2000 звонков, около 1000 – это звонки, которые не связаны с вызовом экстренных оперативных служб, либо это ложные, которые, либо ошиблись номерами. Из этих вызовов всего лишь 300 – это вызовы именно непосредственно в экстренные службы – 01, 02, 03, 04. Принимая звонок один раз нашим операторам, мы можем направить сразу 6 экстренных служб на одно и то же происшествие. Главное преимущество этой службы – в быстром и комплексном реагировании. Поэтому спасатели просят воздержаться от звонков просто из любопытства. Из-за них помощь к тем, кто действительно в ней нуждается, может прийти с опозданием. Сейчас работа службы 112 налажена по всей России. 11 субъектов Российской Федерации уже находятся в промышленной эксплуатации этой системы. 32 субъекта прошли государственные испытания по сдаче своих объектов. И со вчерашнего дня, и мы с вами, Чуваская Республика, тоже проводим государственные испытания. Вчера, сегодня, завтра. И мы должны вот в среду отправить пакет документов Минкомсвязи Российской Федерации и МЧС России. Напомню, создание системы вызова экстренных служб по номеру 112 началось еще в 2013 году в рамках федеральной целевой программы. Только Чувашии в 2016 году из федерального бюджета было выделено около 20 миллионов рублей. В текущем году освоены еще 50 миллионов из республиканского бюджета и 5 миллионов из внебюджетных источников. На 2018 год в республике планируют начать принимать звонки на иностранных языках. Продолжение следует...